Отправленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернёмся. Теперь, увидев зависший на долине и дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извёлся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись. Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова. Артём, знаешь, я когда эту фотку с Тихим океаном нашла, я почему-то решила, мы до него обязательно доедем. Все эти реки, горы, пустыни – это всё не то. Океан и точка. Верила, что доедем, доеду. Артём, я знаю, я справляюсь. А если сама не смогу, ты ведь меня опять спасёшь. Правда? Артём, прекращай себя мучить. Мне просто больно на тебя смотреть. На вас с папой не виноваты, не твоя мечта, не его вера в оккупантов. Это просто судьба. Дурацкая тряпка на ветру. Бетон гнилой. Склад этот идиотский. Артём, иди. Я ей наркоз дам, пусть пасут немного. Идём, братка. Там разговор есть. Эй, золотые руки, ты тебе тоже подтягивайся. Стёпа, ты это, в руку подавай. Да, все сейчас иду. Ну, скажи, что случилось с Настёной? Кто тебя обидел? Никто. А отчего же ты плачешь? Я боюсь. Боишься? Что случилось? Вот, кашляли меня. Друг, как у тети Ани. Да что ты, Настенька. Ты ведь газом не дышала. Это просто простуда. Это мы мигом вылечим. А тетю Аню? И её вылечим. Лекарство найдём, и она сразу пойдёт на поправку. Правда? Честное слово. Так что не волнуйся. Хорошо, не буду. Спартанцы слово всегда держат. Мне мама рассказала. Так и есть, Настя. Так и есть. Артём, не волнуйся, всё будет окей. Аня сильная. Оля, это Алёша. Как и обещал, выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Мы осмотрели плотину и водохранилище. Вам нужно уходить как можно скорее. Как минимум, пока не начались дожди. Плотина еле держится. И если её прорвёт, всю долину смоет. А что останется, превратится в мёртвые земли. Так что уходите. Завтра же. А лучше вчера. Договорись с остальными девчонками. И поставьте вопрос на совете. Тогда даже пираты никуда не денутся. Только оставь мне весточку, чтобы знал, на какой край света за тобой отправляться. Когда вернусь. Зачем вынужден откланяться? Как минимум, до завтра. Оре-во. Хоть бы услышала. Всё-таки в церковь идти. Хотя... Это же Волька. Её сам чёрт не остановит. Не то, чтобы там был дурак. Как она? Давай. У нас новости. Нехорошие, похоже. А других у нас уже давно не бывает. Давай. Ну, садимся. Одной больше. Непростой разговор будет. Этот снимок в Новосибирске мы сначала посчитали испорченным. Не ошиблись. По описанию, зоны сильного заражения показаны зелёным. А некорректные данные – молиловы. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся и выходящие запредельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает там. До Новосибирска ещё 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Мы же туда стрельнули. Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился. Но, в общем, Новосибирск, похоже, смертельно радиоактивно. Я скажу, что делать. Мы с Артёмом пойдём. Это не по-моему, мы все пойдём. Да вы же так неправильно. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал её в тот чёртов подвал. Артём своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы Орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание Ордена. Это наше с Артёмом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы ни двинули на носу зима и застрять на Авроре в снегах, нам что? Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал. Напомни, Ермак. На хрене города большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдётся снегоочиститель для Авроры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аврору к зиме. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом. Сэм, ты первый. А что там радиация смертельная, так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Товарищ полков, я по костюму. Да, что там с ними? Комплектных получилось собрать. Только два. Видишь, как раз на нас с Артёмом. Против судьбы и не попрёшь. Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят. Но там и прямое излучение такое, что... Ясно. Усилить защиту сможешь? Конечно. Листовой свинец у Ермака в запасах есть. Только в костюмах и так не особо удобно. Ничего мы там танцевать не собираемся. Сколько времени нам это даст? Может, пару часов. Всё равно мало. Лучше, чем ничего. Не волнуйся. Прорвёмся. Я ещё в машине кабину свинцом подобью. Постарайтесь выходить как можно меньше. Спасибо. Приступай. Есть, товарищ полковник. Сердце у меня не на месте. Такой риск. Сколько в Горзейских путевых бригадах народа от облучения погибло. А в Москве, похоже, и близко. Такой радиации не было. А, иди, террорист ко мне, по что не проймёшь, сам знаешь. Лучше про музей, ты расскажи, откуда знаешь про него. Ах, я же пока в метро работал, не интересовался. У нас под Москвой экспериментальный полигон есть, железнодорожный. Техники там скопилось уйма. Вот музей организовать и решили. А место нашли бы на Весебирске. Ого, и тебе не ближний свет. Да, не ближний. Но перегнали всё потихоньку. С остальных полигонов тоже собрали, что поинтересней. И лет за 15 до войны открыли музей. Ясно. А снегочистителя-то и там точно есть? Точно. Его как раз от нас перегоняли. Знаменитый образец. Тебе понравится. Да-да, это и наверняка. Ну, пойду я. Может, ТТшнику пособить надо? Да, может быть. Я всё же думаю, надо нам будет и центр связи найти. Как? Где? На снимке засвечен целый квадрат. Причём, смотри, где. Выходим в городке, конечно, грязно, но если быстро обернёмся, то ничего страшного. А вот там... Видишь? Конечно, не центр города, но всё равно. Там искать только место под могилу. Ну, там посмотрим. И смотреть нечего. Думаешь, полковник просто так нам задачу на центр связи не ставил? Думаю, непросто. Я понимаю, чего ты. Не дурнее паровоза. Тогда о чём мы сейчас вообще? Полковник сказал, что обсуждать нечего. Они с Артёмом всё уже решили, и мы должны уважать их решение. И верить, что всё получится. Мы ведь кто? Спарта. Именно. Вот и давай планировать маршрут к лаборатории. Хорошо. Смотри, думаю, если пойдём здесь, главное пятно не зацепит. Мы ведь вместе, когда Артём всю планету не сожгли. И, наверное, как врагу мёртвы. Вдруг пробовать носиться. Тепло. Меня, когда долговник оттопил, бил. Когда меня женщины и дети стали бить. Он страшно было. Руки тогда сам опустились. Я не змея, хоть и здоровый, бил. Спасибо вам, что думал о технике частных на раздавённых землях. Удачи тебе, брата. Удачи тебе, брата. Удачи тебе, брата. Удачи тебе, брата. Поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алёша. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно всё совпало. Газ этот на мосту за годы сильно выдохся. Но его хватило, чтобы запустить разрушительные процессы. Конечно, моя надежда на воздух и долину, это было наивно. Но ведь и с долиной, в конце концов, тоже. Да. Воздух, вода и лес. Всё это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Жалко. Народ там неплохой. Думаю, мы с ними нашли бы общий язык. С плотиной так всё плохо? Да. Хотя даже если плотина ещё долго простоит, почти треть долины уже загажена радиацией. На дне водохранилища за годы собралась вся дрянь, выпавшая выше по течению и просачивается потихоньку с водой. Ну а если плотина не выдержит, хоть бы послушалась моего совета. Послушались. Любишь её? Да. Если это судьба, ты её снова встретишь. Обязательно. Так, пойду я Аню проведу. Конечно. Передавай привет. Привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...